Сегодня на Крепостной горе разразилась настоящая битва. Сотни спортсменов и танцоров из разных городов страны приехали, чтобы сразиться за звание лучших на всероссийском фестивале Mix Battle. Участникам предстоит сразиться в трех направлениях – воркаут, фриранс и хип-хоп. Мероприятие организовано Центром Паркура of Beats совместно с администрацией города Ставрополя. Мы всего лишь помощники у нашей молодежи, которые проводят подобные мероприятия. В частности, речь идет о Валентине Работенко, который, собственно, является душой. Поприветствуем его! И уже не один год заводит Ставропольскую молодежь. Это турники, это брусья и ни в коем случае это ни папиросы, ни шприцы. Для нас главное это. Ребята, вы большие молодцы, что вы сегодня собрались для того, чтобы показать себя, показать, на что вы способны. Я хочу единственное пожелать сегодня, чтобы каждому из вас в полной мере удалось раскрыть свои способности. Mix Battle проводят уже третий год и каждый раз в Ставрополе. В этом году фестиваль стал более масштабным. Появились свои поклонники, да и участников стало вдвое больше. Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 38 городов-участников. Это 13 субъектов Российской Федерации. 324 заявки на участие. До этого мы были в парке Центральном, в экстрим-парке, на нашей, так сказать, территории. Но по результатам прошлого года мы поняли, что мы не помещаемся. То есть, если участники еще кое-как помещаются, то зрителям уж точно негде там даже стоять. Поэтому было принято решение попробовать смасштабироваться, перенести на солдат. Хоть это и сложная такая процедура оказалась, но вроде бы все удачно. Посмотрим. Микс-баттл придумал Андрей Ромашевский, автор идеи соучредителя в битс, случайным вообще образом. Он хотел сделать просто маленькую тусу, собраться где-нибудь в зале и попробовать намешать разных направлений, собрать команды и побаттлиться между собой. Мне идея понравилась, я решил сразу ее сделать всероссийской и попробовать собрать всю страну в Ставрополе. Участники волнуются, но настроены на победу. Для кого-то выступление на фестивале привычное дело, а некоторые приехали впервые. Возрастных ограничений нет. Выступают как совсем юные танцоры, так и уже более опытные. Очень круто. Это вообще нереально круто. Вы участвуете? Нет, я первый год. Вы же могла бы вам подготовиться? Да нет, когда ты танцуешь, это у тебя из души все ведет. Главная особенность фестиваля – это командное выступление спортсменов различных направлений. Ставропольские участники узнали своих товарищей по команде только в день соревнований после жеребьевки. А вот спортсменам из других городов повезло больше. У них была возможность приехать уже готовым составом. Как отмечали сами участники, многие выступили достойно и подарили гостям позитив и положительные эмоции. Мелания Самойленко, Владимир Кириллов, АТВ, Ставрополь.